Виктор Платонович Некрасов В окопах Сталинграда Часть первая Первая Приказ об отступлении приходит совершенно неожиданно Только вчера из штаба дивизии прислали развернутый план оборонительных работ Вторые рубежи, ремонт дорог, мостики Затребовали у меня трех саперов для оборудования дивизионного клуба Утром звонили из штаба дивизии Приготовиться к встрече фронтового ансамбля песни и пляски Что может быть спокойнее Мы с Игорем специально даже побрились Подстриглись, вымыли головы Заодно постирали трусы и майки И в ожидании, когда они просохнут Лежали на берегу полувысохшие речушки И наблюдали за моими саперами Мастерившими плотики для разведчиков Лежали, курили, били друг у друга на спинах Жирных медлительных оводов И смотрели, как мой помком взвода Всверкая белым задом и черными пятками Кувыркается в воде, пробуя устойчивость плотика Тут-то и является связной штаба Лазаренко Я еще издали замечаю его Придерживая рукой хлопающую по спине винтовку Он рысцой бежит через огороды И по этой рысе я сразу понимаю, что Не концертом сейчас пахнет Опять должно быть какой-нибудь поверяющий из армии или фронта Опять тащись на передовую, показывая оборону Выслушивая замечания Пропала ночь И за все инженер отдувайся Хуже нет лежать в обороне Каждую ночь проверяющий И у каждого свой вкус Это уж обязательно Тому окопы слишком узкие Раненых трудно выносить и пулеметы таскать Тому слишком широки и осколком заденет Третьему брустверы низкие Надо 0,40, а у нас, видите, и 20 нет Четвертый приказывает совсем их срыть Демаскирует, мол Вот и угоди им всем А дивизионные инженеры бровью не поводят За две недели один раз только был И то голопом по передовой пробежал Ни черта толком не сказал А я каждый раз заново начинаю Выслушивая Руки по швам Нотации командира полка Когда же вы, уважаемый товарищ инженер Научитесь по-человечески окопы рыть? Лазаренко перепрыгивает через забор Ну? В чем дело? Начальник штаба до себя кличте Сияет он Белозубым ртом Вытирая пилоткой взмокший лоб Кого? Меня? И вас, иначима Чтоб через пять минут былы Сказав Нет, значит, не поверяющий А в чем дело не знаешь? А без его зная Лазаренко пожимает пропотевшими плечами Ты возразумеешь? Всех связных разогнала Капитан, якраз спать и легли А тут офицер, связь Приходится натягивать на себя Мокрые еще трусы и майку И идти в штаб Командиров взводов тоже вызывают Максимова Начальника штаба Нет Он у командира полка У штабной землянки Командира спецподразделений Штабники Из комбатов только Сергеенко Командир третьего батальона Никто ничего толком не знает Офицер связи Долговязый лейтенант Зверев Возится с седлом Сопит, чертыхается Никак не может затянуть подпругу Штадив грузится Вот и все Больше он ничего не знает Сергеенко лежит на животе Стругает какую-то щепочку Как всегда Ворчит Только где за камеру наладили А тут срывайся к дьяволу Жизнь солдатская Будь она проклятая Скребут с бойцами до крови Никак не выведешь Белобрысый с водянистыми глазами Самусев Командир ПТР Презрительно улыбается ПТР Противотанковое ружье Что где за камера У меня половина людей С такими вот спинами лежит После прививки Чуть не по стакану Всадили чего-то Кряхтят, охают Сергеенко вздыхает А может на переформировку, а? Ага Криво улыбается Юглиц и разведчик Позавчера Севастополь сдали А он формироваться собрался Ждут тебя в Ташкенте Не дождутся Никто ничего не отвечает На севере все Грохочет Над горизонтом далеко-далеко При рыве стурча Все туда же На север Медленно плывут Немецкие бомбардировщики На валойке Прут сволочи Самусев в сердцах Сплевывает Шестнадцать штук Накрылись Говорят уже валойки Заявляет Юглидзе Он всегда все знает Кто это? Говорят Восемьсот пятьдесят второго Вчера слышал Много они знают Много или мало Говорят Самусев вздыхает И переворачивается На спину А в общем Зря землянку Ты себе рыл Разведчик Фрицу на память Оставишь Юглидзе смеется Верная примета Точно Как вырою Так значит поход Третий уже раз Рою И ни разу Переночевать даже Не удавалось Из майоровой землянки Вылезает Максимов Прямыми Точно на параде Шагами Подходит к нам По этой походке Его можно узнать За километр Он явно не в духе У Игоря оказывается Растегнута Гимнастерка и карман У Юглидзе Не хватает Одного кубика Сколько раз Нужно об этом напоминать Спрашивает Кого не хватает Нет двух комбатов И начальника связи Вызвали еще вчера В штат Див Ничего больше не говорит Садится на край траншеи Подтянутый Сухой Как всегда Застегнутый На все пуговицы Попыхивает трубкой С головой Мефистофеля На нас не смотрит С его приходом Все умолкают Чтобы не казаться Праздным Инстинктивное желание В присутствии Начальника штаба Выглядеть Занятым Копошатся В планшетках Что-то ищут В карманах Над горизонтом Проплывает Вторая партия Немецких Бомбардировщиков Приходят Комбаты Коренастый Похожий На породистого Бульдога Немолодой Уже капель Комбат 2 И лихой С золотым Чубом И в залихватке Сдвинутый На левую бровь Пилотки Командир Первого батальона Ширяев В полку У нас его называют Кузьма Крючков Оба козыряют Капель По-граждански Полусогнутой Ладонью Вперед Ширяев С особым Кадрово-фронтовым Фасоном Разворачивая Пальцы Кулака У самой пилотки С последними Словами доклада Максимов встает Мы тоже Карта у всех есть Голос у него резкий Неприятный Трубка погасла Но он продолжает Мышинально ее посасывать Попрошу вынуть Мы вынимаем Максимов разворачивает Свою мягкую Замусоленную пальцами Пятиверстку Жирная красная линия Ползет через всю карту Слева направо С запада на восток Записывайте маршрут Записываем Маршрут большой Километров на сто Конечный пункт Новобеленькая Там должны сосредоточиться Через шестьдесят часов То есть через двое с половиной суток Максимов выбивает Акаблук трубку Ковыряет в ней веточкой Опять набивает табаком Ясна картина? Никто не отвечает По-моему ясна Выступаем в 23.00 Первый переход 36 километров Дневка в верхней дуванке Не идти будем походной колонной С дозором и охранением, конечно Порядок движения Узнайте через десять минут у Корского Он сейчас составляет Слова у Максимова отточены В каждом слове звучит каждая буква Он был бы неплохим диктором Первый батальон остается на месте Понятно? Будут прикрывать Предупреждаю Поднять надо все И чтобы никаких отстающих Переход большой Просмотрите обувь Портянки Тонкими пальцами придерживая трубку Он выпускает короткие энергичные струйки дыма Прищурившись смотрит на Ширяева У тебя что есть, комбат? Ширяев встает, одергивает гимнастерку Активных штыков двадцать семь А всего с ездовыми и больными Человек сорок пять Вооружение Два Максима Дегтярева три Минометов восьмидесяти двух Три Амин Штук сто А пятидесяти Ни одной И патронов не очень По две ленты на станковые И дисков по пять-шесть на ручной Ширяев говорит спокойно, не торопясь Чувствуется, что он волнуется Но старается не показать волнение На него приятно смотреть Подтянутый ремень Плечи развернуты Крепкие икры Руки по швам Слегка сжаты в кулаки Из-за расстегнутого воротника Выглядывает Голубой треугольник майки Странно, что Максимов не делает ему замечания Так Старательно сложив Максимов прячет карту в планшетку Ясно С тобой останется Керженцев, инженер Понятно? Продержитесь два дня Восьмого с наступлением темноты Начнете отход По тому же маршруту? Сдержанно спрашивает Ширяев Он не сводит глаз Максимова По тому же Если нас не застанете Ну, сам знаешь, что тогда Все Ширяев понимающий наклоняет голову Все молчат Кто-то, кажется, капель Прерывисто вздыхает Я сказал все Круто поворачивается В его сторону Максимов По местам Людей сейчас снимать? Тихо спрашивает близоруки Похожий на ученого Комбат-3 Лицо Максимова Сразу из бледного Становится красным Вы на фронте или где? Хотите, чтобы всех людей перебило? Нужно же в конце концов Голову иметь на плечах Все встают Отряхивая песок и траву А вы ко мне зайдите Это относится ко мне И Ширяеву В блиндаже тесно и сыро Пахнет землей На столе лежат схемы нашей обороны Моя работа Все утро Я их делал Торопился с отправкой В штадьев Срок был К 20.00 Максимов аккуратно Складывает листочки Подгоняет уголки Разрывает крест-накрест Клочки поджигает коптилкой Бумага съеживается Шевелится Чернеет Немец к Воронежу подошел Говорит он глухо Растирая носком сапога Черный хрупкий пепел Вчера вечером Мы молчим Максимов вытягивает из-под стола Алюминиевую фляжку Обшитую сукном С привинчивающейся крышкой Поочередно пьем из этой кружки Смогон крепкий Градусов на 60 Вспирает в горле Закусываем соленым огурцом Потом выпиваем еще по одной Максимов долго трет Двумя пальцами переносицу Ты отступал в 41-м? Ширяев Отступал От самой границы От самой границы А ты, Керженцев? Я нет В запасном был Максимов с рассеянным видом Жует огурец Дело дрянь в общем Колечко нам не миновать Он прямо в упор смотрит Ширяева в глаза Береги патроны Будешь здесь сидеть эти два дня Много не стреляй Так, для виду только И в бой не вступай Ищи нас Ищи Где-нибудь да мы будем Не в Новобеленькой, так где-нибудь рядом Но помни и ты, Керженцев Он строго глядит на меня До восьмого не с места Понятно? Хоть бы земля под вами провалилась Майор так и сказал Оставь Ширяева А в помощь Керженцева ему дай Это что-нибудь да значит Да, с обозами Ты как решил? Ширяев улыбается Да ну их к черту эти обозы Забирайте Три повозки только оставлю Для боеприпасов И то много Ладно, заберем В землянку заглядывает Штабной писарь Рыхлый, круглолицый сержант Спрашивает, как С зеленым ящиком быть Вести или сжигать Капитан говорил как-то Что сжечь бы не мешало Там нет ничего нужного Сжигай, Калаху Полгода возим за собой это барахло Сжигай Писарь уходит Вы в сны верите, Керженцев? Спрашивает вдруг Максимов Почему-то на вы Хотя обычно обращается ко мне Как и ко всем на ты Не дожидаясь ответа Добавляет У меня сегодня во сне Два передних зуба выпали Ширяев смеется У него плотные В линеечку зубы Бабы говорят Близкий кто-то умрет Близкий? Максимов рисует Что-то кудрявое На обрывке газеты А вы женаты? Нет Почти в один голос Отвечаем мы Напрасно Я вот тоже не женат И теперь жалею Жена необходима Как воздух необходима Именно теперь Кудрявая превращается В женскую головку С длинными ресницами И ротиком-сердечком Над левой бровью родинка Вы не москвич, Керженцев? Нет, а что? Да ничего Знакомая у меня была Керженцева Когда-то до войны Зинаида Николаевна Керженцева Не родственница? Нет У меня в Москве Никого нет Максимов ходит По землянке Взад и вперед Землянка низкая Ходить приходится Нагнув голову У меня такое впечатление Что ему хочется Что-то рассказать Но он или стесняется Или не решается Ширеев взглядывает На часы Маленькие На черной Тоненькой тесемочке Максимов замечает Останавливается Да-да, идите Скороговоркой Говорит он Идите Времени мало Мы встаем И выходим Из землянки Он идет След за нами Кононады Не слышно Только лягушки Квакуют Мы несколько минут Стоим Прислушиваясь К лягушкам Тень от сосен Доходит уже До самой землянки Две мины Одна за другой Свистя Медленно пролетают Над нами И разрываются Где-то далеко Позади Батальонные По-видимому Ширяев Ухмыляется Все по круглой Роще Жарит А батареи Уже три дня Как нет там Мы прислушиваемся Не летят ли еще Мины Но их больше нет Ну идите Говорит Максимов Протягивая руку Смотрите же Делает движение Как будто Хочет обнять Но не обнимает А только крепко Пожимает руки Патроны береги Ширяев Не транжирь Есть Товарищ капитан Смотри же И он уходит Твердой походкой К кустам Где мелькают Связисты Сматывающие провода С Ширяевым Мы уславливаемся Я Приду к нему Часа через полтора-два Когда улажу Свои дела Второе Не везет нашему полку Каких-нибудь несчастных Полтора месяца Только воюем И вот уже Ни людей Ни пушек По два-три пулемета На батальон И ведь совсем недавно Только в бой вступили Двадцатого мая Под Терновый У Харькова Прямо сходу Не обстрелянных Впервые попавших на фронт Нас перебрасывали С места на место Клали в оборону Снимали Передвигали Опять клали в оборону Это было в период Весеннего Харьковского наступления Мы терялись Путались Путали других Никак не могли Привыкнуть к бомбежке Перекинули нас южнее В район Было целовки Около Купянска Пролежали там Недельки две Копали Скарпы Контрыскарпы Минировали Строили дзоты А потом немцы Перешли в наступление Пустили танков Видимо-невидимо Забросали нас бомбами Мы совсем растерялись Дрогнули Начали пятиться Короче говоря Нас вывели из боя Сменили гвардейцами И отправили в Купянск Там опять дзота Опять Скарпы Контрыскарпы До тех пор Пока не подперли немцы Мы недолго обороняли город Два дня только Пришел приказ На левый берег Отходить Взорвали Железнодорожные На плавной мосты И окопались В камышах Вот тут-то уж думалось Нам Долгонько полежим Черта с два Немца через оскол Пустим А он и не лез Постреливал в нас Из минометов А мы отвечали Вот и вся война По утрам Появлялась рама Двухфюзеляжный Рекогносцировщик Фокки Вольф И мы усиленно И всегда безрезультатно Стреляли по нему Из ручных пулеметов Спокойно урча Проплывали куда-то В тыл косяки юнкерсов Саперы мои Копали блиндажи Для штаба Деревенские девчатеры Или второй рубеж Вдоль Петропавловки А мы Штабные командиры Составляли донесения Рисовали схемы И время от времени Ездили в штатив На инструктивное занятие Жизнь текла спокойно Даже правда Стала до нас добираться Потерь Не было никаких И вдруг Как снег на голову Приказ На войне Никогда ничего не знаешь Кроме того Что у тебя Под самым носом Творится Не стреляет в тебя немец И тебе кажется Что во всем мире Тише гладь Начнет бомбить И ты уже уверен Что весь фронт От балтийского До черного Задвигался Вот и сейчас так Разнежились На берегу сонного Погрязшего В камышах Осколы И в ус не дули Сдержали Мол врага Громыхает там На севере Ну и пусть громыхает На то и война Сверху Сверху Сверху